Автовладельцы негодуют по поводу дефицита сжиженного газа на заправочных станциях Ак-Тубе. Там же, где топливо есть, вырастает огромная очередь. Более 15 тысяч актюбинских детей получат социальную помощь на подготовку к учебному году. На личные счета родителей поступит по 40 тысяч тенге. Пять лет без крыши над головой. Участники долевого строительства пришли сегодня к зданию областного Акимата, чтобы узнать о перспективах получения жилья. Уголовные дела. Страшная дорожная авария поступила в производство Хавдинского суда. 1 июня на автодороге Самара-Шамкент погибли 4 педагога. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. На автогазозаправочных станциях Ак-Тубе уже несколько дней не достает заветного голубого топлива. Тревогу стали бить не только местные автовладельцы, но и гости города, которые из-за перебоев не могут наполнить баки и покинуть город. О наряде станции жиженый газ продается только по талонам, рассказали опрошенные сегодня водителям. Да какой газ, да? Сутками люди стоят, очереди такие, елки-бак. Куда этот газ девался? Какой день уже такая ситуация? Ну я уже три дня не могу заправиться. Везде километровую очередь. Вот сейчас подъехали, стояли, стояли полчаса, говорят, по талонам. Ну это такое невозможно же. Я приехала с города Храмтау. Вы знаете, это проблема не только в Актюбинске, проблема с газом. У нас, например, в Храмтау тоже есть эта данная проблема. То, что мы стоим километровые очереди за газом. У нас вообще не бывает. Мы в неделю раз заправляемся, и то, если попадаем, и все. А когда приезжаем в Актюбинск, стоим в этих километровых очередях, чтобы заправиться. Полчаса. Более 12 тысяч тонн жиженого нефтяного газа выделено для Актюбинской области на август. Эти данные недели ранее приводили в областном управлении энергетики ЖКХ. Чиновники заверяли тогда, что уже сформированы дополнительные вагоны-цистерны общим объемом в 1000 тонн, которые должны были направиться на заправочные станции региона. Всего нашу область с жиженым газом питают из трех заводов страны. Однако пока это слабо заметно, исходя из длинных очередей автомашин вблизи АГЗС. Более 15 тысяч актюбинских школьников в этом году получат социальную помощь. Порядка 41 тысячи тенге поступит на личные счета родителей, рассказали сегодня специалисты областного управления образования на специальном брифинге. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, школьники из семей, получающих адресную социальную помощь, а также в которых среднедушевой доход и меньше прожиточного минимума, и дети из других социально уязвимых категорий населения могут рассчитывать на материальную помощь со стороны государства для подготовки к школе. Всего в Актюбинской области социальную поддержку в размере 40 тысяч 567 тенге получат 15 тысяч 168 детей. Объем выделяемых средств на каждого ребенка был предоставлен в размере не ниже величины прожиточного минимума. Эта тенденция сохраняется и в этом году. На расчетные счета родителей отдельных категорий 15 168 школьников перечисляются денежные средства в размере 40 567 тенге. Всего на социальную помощь школьникам из бюджета выделено более 600 миллионов тенге. Также около 200 миллионов выделено на то, чтобы обеспечить школьников из нуждающихся семей формой и необходимыми принадлежностями в рамках акции «Дорога в школу». В прошлом году помощь получили около 17 тысяч детей. Жанна Исалдинова, Влад Рогушев, программа «Факт». Пять лет без своей крыши над головой. Больше ста октябинских семей не могут заехать в свои квартиры. Участники долевого строительства не видят перспектив по получению уже оплаченного ими жилья. И для прояснения этого вопроса пришли сегодня к зданию областного акимата. В новый жилой смарт-комплекс «Алаш-Урда» люди должны были заехать еще в 2019 году. Многие, чтобы купить здесь жилье, продали свою старую недвижимость, взяли кредиты, но теперь вынуждены жить на съемных квартирах. Один из трех домов сейчас построен на 80%. Остальные до сих пор на стадии котлована. Терпению октябинцев уже давно пришел конец. «Строительство уже затягивается, уже с 2019 года, мы уже четвертый, пятый год, мы уже ждем завершения стройки. Там три дома. Два дома вообще на стадии котлована. Наш дом с горем пополам построили 80%, 20% мы до сих пор ждем». Всего свои квартиры не могут дождаться около 150 хозяев. Причем к покупке жилья они подходили ответственно. Им предоставили все документы и проекты дома. Ничего не предвещало беды, однако сейчас их не оберешься. Застройщик объявил о своей неплатежеспособности, а новый инвестор не торопится продолжить строительство. Помочь дольщикам пообещал и Аким области. «Все документы они нам показали. Мы поверили, что это легальная компания, что она нам построит дом. Показали макеты очень красивые, и расположение было отличное. Например, я вложила туда все свои деньги. До сих пор я живу на квартире. И половина этих дольщиков, которые сейчас вложили, поверили Байбутееву, сидят на квартире. Он дал задание ДВД, и ДВД раньше времени даже закончила. Вот эта экспертиза дали. Экспертиза не закончилась, но они уже дали разрешение раньше времени даже. Вот они свое дело сделали, да, на продолжение строительства. Но целый месяц мы ждем инвестора. Ждем. Ханзин то говорит, что он возьмет, то он платежеспособный, то он не платежеспособный. На встречу к дольщикам вышли представители компетентных органов. Специалисты заявили, что загвоздка заключается в неопределенности инвестора продолжать строительство или отказаться. А к тюбинцам пообещали, что дадут им точный ответ к вечеру завтрашнего дня. На сегодняшний день там есть проблема по строительству. Есть инвестор, который на сегодняшний день хочет строить, но прям вопрос затягивается. Мы этот вопрос хотели завтра обсудить и сказать, да, дальше, или он, который новый, собираешься строить, или будет строить, или там мы должны другого искать. Поэтому вопрос сейчас, это с этим вопросом мы сейчас. Пять лет – немаленький срок, и совсем скоро терпению дольщиков придет конец. Из-за затянувшегося строительства некоторые хозяева, к сожалению, так и не увидели свои новые дома, а другие на нервной почве заработали болезни. Жанна Исалдинова, Влад Рогушов, программа «Факт». Вторник в Дагестане объявлен днем траура. По последним данным, при пожаре и взрыве на автозаправочной станции в Махачкале погибли 35 человек, число пострадавших около сотни. ЧП в Махачкале произошло в минувший понедельник в районе 22 вечера по местному времени. По предварительным данным, на станции техобслуживания проводились работы. Возникло возгорание, из-за которого произошел взрыв. Огонь перекинулся на расположенную рядом АЗС. Позднее в МЧС сообщили, что возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. По факту произошедшего, следователи возбудили уголовные дела. О событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Глава Казахстана Касым Жумар Такаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Аккорды. В связи со взрывом на автозаправочной станции в Махачкале, повлекшем многочисленные человеческие жертвы. Разделяя горечь невосполнимой утраты от имени народа Казахстана и себя лично, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в телеграмме Такаева. Пассажирские автобусы и Toyota Land Cruiser сгорели после столкновения в области Абай, передает Костак. В полиции уточнили, что сгорели детали моторного отсека, панель приборов, покрышки, салон Toyota. Также горел салон, панель приборов, передние колеса пассажирского автобуса на общей площади 24 квадратных метра. В Land Cruiser обнаружено обгоревшее тело без признаков жизни, личность устанавливается. Водителя автобуса доставили в больницу, 27 пассажиров самостоятельно эвакуировались до прибытия сотрудников гражданской защиты. Два человека погибли в аварии на трассе в Караганде. Это два пассажира Toyota Camry, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. Как уточняется, водитель Toyota Camry и Nissan Patrol, а также двух пассажиров Toyota Camry, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Еще одна смертельная авария произошла сегодня в Карагандинской области. На автодороге Алматы и Екатеринбург произошло ДТП с участием Chevrolet Cobalt и Volkswagen Passat. 41-летний водитель Volkswagen и две его пассажирки от полученных травм скончались на месте происшествия. 28-летний водитель Chevrolet и семь пассажиров обеих машин доставлены в медучреждение. Пожилая женщина упала в недостроенную шахту лифта и погибла в Туркестане. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка. 74-летняя пенсионерка упала в шахту лифта в микрорайоне Жанакала. Виновных строителей может ждать заключения на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Особую крупную партию наркотиков изъяли в Жамбульской области. В ходе ОПМ Карасура при реализации оперативной информации в местах произрастания дикорастущей конопли задержаны 41-летний житель Шимкента и 47-летний житель Туркестанской области. У них изъято почти 10 килограммов невысушенной марихуаны и 10,5 килограммов каннабиса. Задержанные дали признательные показания и выдворены ВВС. Всего две недели осталось до начала нового учебного года, но 15 новых школ могут не успеть ввести вовремя, заявили на заседании правительства Казахстана. По данным премьер-министра Алихана Смаилова, до начала учебного года планируется открыть 52 новые школы, чего ждут тысячи учеников. В то же время имеются риски несвоевременного ввода 15 школ. Большая часть таких рисковых объектов находится в Туркестанской области и столице. Надо активизировать работу в этом направлении и обеспечить ввод новых объектов, сказал Алихан Смаилов. По данным премьер-министра, свыше третий школ не подключены к Центрам оперативного управления полиции, что не соответствует требованиям безопасности. Он поручил завершить работы по обновлению видеокамер и обеспечению организации образования лицензированной охраной. Трансферная политика, зарплаты игроков, новый стадион и перенос матчей. Председатель правления ФК «Акту-Бэ» Сергей Куленко провел сегодня пресс-конференцию. Спорткомплекс «Динамо» вскоре исчезнет с карты нашего города. На его месте в следующем году откроют новый спортивный объект. Работы уже начались. Роботы, роботы, роботы. Роботы в «Октабе-Робопарк». Выставка роботов в ТРЦ «Октабе-Мол». Приходи в «Робопарк» с 19 августа по 1 октября. Роботы ждут тебя. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы «Рика». Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Вы смотрите программу «Факт». На Рика ТВ мы продолжаем. Актюбинская земля уникальна и хранит в своих недрах следы пребывания отличных друг от друга народов. Сегодня в честь Дня археолога местные представители данной науки рассказали, как нестабильно развивается их профессия в условиях меняющейся региональной власти. А также о том, чью историю сейчас в приоритете исследовать в бескрайних актюбинских степях. Археолог Арман Бесимбаев исследует прошлого нашего региона уже более 30 лет. Он начинал еще под крылом именитого ученого Сергея Юрьевича Гуцалова. С тех пор выросло новое поколение археологов. Вместе с которыми из актюбинской земли Арману удалось достать немало предметов кочевых цивилизаций. Это и гуны, и сарматы, и андроновская, и синташтинская культуры и многие другие. В том, что Актюбинская область расположена в самом центре Евразийского пояса степей. Понимаете, даже по территории Актюбинской области проходит условная географическая граница, делящая материк Евразии на европейскую и азиатскую части. Она проходит по Магазжатским горам. Здесь могут выплыть памятники, имеющие происхождение с лесных территорий, например, с севера, южного Приуралия, за Уралия появляются. У нас есть памятники, которые идут с территории Южного Казахстана, с земледельческих оазисов и так далее. То есть, в принципе, вот эти миграционные потоки, которые происходили в различные исторические эпохи, они оставляют следы. С 2006 по 2013 годы в области действовал Центр истории, этнографии и археологии. Однако его упразднили и присоединили к областному историко-краеведческому музею. Но даже за эти семь лет фонд находок успел пополниться достаточным количеством экземпляров и исторических очерков. Вот именно гончарные сосуды, это он выполнил на станке на гончарном, понимаете. Этот ручной лепкий, сделан вручную, а этот на гончарном станке, и он с Южного Казахстана. Вот эта красная морковного цвета глина, она не наша. У нас такой здесь нет. Наша вот грязно-серая и черная там и так далее, своя, понимаете. В целом, развитие археологии в нашем регионе идет неравномерно, отмечают ученые. Все зависит от решений действующей власти. Так, в этом году по данным Управления культуры на археологические исследования выделен 163 миллиона тенге. Эти деньги через гранты идут на исследования конкретных исторических участков региона, могильников, городищ и прочего. Сюда же включен транспорт, бензин, зарплата, привлечение иностранных специалистов и прочие расходы. При Сагиндыкве оно носило характер равномерного вливания. Вот когда существовал центр, четкая плановая программа была. Пришел Сапарбаев, он сказал, ищите спонсорские средства, ему это было неинтересно. Хотя на Востоке он за счет средств Казахмыхса поддерживал археологов и так далее. Нам было объявлено разыскивать и спонсоров 4 года с 15 по 19 и мы, как говорится, находились в достаточно таком бедственном положении и экспедиции сокращались. После 19 года я благодарен Розалину, он как раз эту программу и поднял. Заново, так сказать, изучение памятников археологических, которые сейчас подхватил уже, собственно, нынешний Аким Тужанов. Сейчас в приоритете у актюбинских археологов исследование мест гуннских кочевий. В нашем регионе присутствуют следы пребывания данной могущественной цивилизации как раз незадолго до их ухода в Европу. В минувшем месяце начались раскопки в группе могильников Акбулак на берегу реки Уилл. Там уже обнаружены интересные способы расположения гробниц, которые несут в себе информацию о родовом строе предков. Сегодня в честь профессионального праздника археологам пожелали успехов и родовые горожане. Некоторые из них уверены, что деятельность археолога напрямую способна влиять на мировоззрение населения. Надо аккуратно все это разложить по полочкам и без фантазий, потому что некоторые моменты могут привести даже междуусобицы. Поэтому вклад, я считаю, что они большой вносят. Все полезно, что они делают. Они же грамотные, они знают, что делать. А вообще историю изучать нужно? Нужно, нужно, нужно. Всегда нужно, потому что дети же растут. Дальше можно же продолжить. Влад Рогушев, Карл Гаржаумитова, программа «Факт». Несмотря на то, что футбольный клуб «Акту-Б» продолжает бороться за медали чемпионата страны и пока остается в Еврокубках, у болельщиков возникла масса вопросов к действующему руководству. Вопросы касаются как трансферной политики и якобы необоснованно высоким зарплатам, так и проблемам со строительством нового стадиона. На некоторые из этих вопросов отвечал сегодня в ходе пресс-конференции председатель правления футбольного клуба «Акту-Б» Сергей Куленко. Составом на 10 миллионов евро футбольный клуб «Акту-Б» занимает третье место в чемпионате, что уже хуже, чем год назад, когда нашим ребятам почти удалось стать чемпионами. В этом сезоне состав команды изменился не сильно, но вот работа тренера, да и приглашение новых игроков вызывают у болельщиков много вопросов. Последние два трансфера бессмертного Изотова вызвали наибольшее количество споров, в частности из-за отсутствия игровой практики у первого и игры в нижних российских лигах у второго. Что касается Изотова, понимаете, уже настолько избитая эта фраза, фамилия, я думаю, что тому же парню, мне это ладно, я руководитель, да, я должен и понимал, куда я иду, какую ответственность я несу, но я думаю, что любого человека, если каждый день писать, говорить о том, что он никакой или какой, да, по-моему, у любого будут психические какие-то изменения в голове. На самом деле парень за предыдущие два года забил 41 гол, да, это как бы ни плюс, ни минус, это замечательно, любой футболист пусть сделает это. То, что парень играл во второй лиге чемпионата России и перешел в клуб премьеры лиги Казахстана, это, знаете, ни о чем не говорит еще. Сергей Куленко уверен, что новые игроки смогут себя показать, но только нужно время. А вот под заявленным недавно футболистом Умаеву, Видемону и Жулупе остаются вопросы. В частности, болельщики опасаются, что те могут подать в суд на клуб за досрочное расторжение контракта, что уже не раз происходило с их предшественниками в былые годы. Мы подписываем с ними на сегодняшний день мировое соглашение, где прописано, что каждая сторона несет определенные обязательства, финансовые и другие. После подписания данного соглашения, когда мы подписали мировое соглашение, и футболист получает ту или иную компенсацию, о которой мы договорились, а футболист предоставляет документ, где расписывается и говорит о том, что он в дальнейшем не имеет никаких финансовых претензий к футбольному клубу. На этом все окончено. Эти документы уже подписаны? Эти документы будут представлены тогда на лицензирование весной будущего года. Поэтому вопрос возможных претензий бывших игроков пока остается открытым, так как компенсации им планируется выплачивать только в будущем году. В то же время на конференции обсуждали вопрос зарплат футболистов и самого главы клуба. Все эти суммы Куленко назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну. Однако о какой коммерческой тайне может идти речь, если бюджет клуба в 1,2 млрд тенге сформирован из вложений из государственной казны, то бишь денег налогоплательщиков. Неясно, как будут повышаться и доходы клуба. На сегодняшний день я еще не сделал просто ни одного шага, я не открыл даже букваря первой страницы для того, чтобы начать хотя бы какую-то нормальную деятельность, так как должен функционировать работать футбольный клуб. К сожалению, я это говорю. Работы у нас, у клуба, просто непочатый край. Я пытаюсь сейчас мелкими шагами, чтобы пока приходят какие-то представители бизнеса, представители компаний определенных, которые готовы выстраивать свои отношения с футбольным клубом, мы вкратце только разговариваем. Зато у руководства команды есть виды на реконструкцию центрального стадиона имени Комблонды-Батыра. По словам Сергея Куленко, сейчас власть региона ищет для этого возможных инвесторов. Но о каких-либо работах речи тоже пока идти не может. Строительство нового стадиона в другом месте пока даже не рассматривается из-за недостаточности средств. Влад Рогушев, программа «Факт». Известный в октябре спортивный комплекс «Динамо» исчезнет, а точнее на его место планируется построить обновленный современный спортивный комплекс, сообщил сегодня глава областного управления спорта Евгений Гончаров. Работы уже начались. Спортивный комплекс «Динамо» известен, наверное, каждому октябинцу, особенно тем, кто проживает в старой части города. Совсем скоро на месте ветхого здания появится новый объект – обновленный спортивный комплекс. Долгое время здание «Динамо» оставалось аварийным и не подлежало ремонту. Но вот уже в 2024 году свои двери откроет улучшенный спортивный комплекс. Да, на сегодняшний момент ведутся строительные работы спорткомплекса «Динамо». В первую очередь будет произведен снос здания, так как экспертиза показала, что данный комплекс не подлежит капитальную ремонту и находится в аварийном состоянии. Планируемый срок сдачи спортивного комплекса назначен на мае месяца 2024 года. Также Евгений Гончаров добавил, что в текущем году будут сданы спортивные объекты в поселке Сазда и в жилом массиве Нур-Сити, а также завершится строительство спортивного комплекса в поселке Новый. Также в следующем году планируется сдача фока для людей с ограниченными возможностями и проведение конкурсов на строительство еще ряда спортивных объектов. Жанна Исалдинова, Влад Рогушев, программа «Факт». Команда Болгарии будет играть дома и сильнейшим составом. Матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победившая сборная в феврале 2024 года сыграет в квалификации Кубка Дэвиса за попадание в финальный этап командного чемпионата мира. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Расширьте возможности вашей рекламы. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы «Рика». Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. «Эврика» всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова